Всем привет! Вы находитесь на канале Реминфострой. Фундамент по финской технологии, преимущества и недостатки, область использования, тонкости устройства. Строительные технологии развиваются очень быстро. Утепленный финский фундамент в последнее время все чаще применяется для возведения построек. Процедура производится в кратчайшие сроки. Так как от заливки можно будет отказаться. Финский базис представляет собой стандартный пол с жесткой подстилкой на основе песка и гравия. При этом стяжку можно будет легко отделить, применив панель пенополистирола. Преимущества и недостатки финских плит. Финский фундамент имеет свои сильные и слабые стороны. Такой базис часто применяется российскими специалистами. Его параметры позволяют предотвратить возможные осложнения при возведении постройки. Финская плита фундамент имеет следующие преимущества. Хорошая экономичность. Для ее возведения потребуется минимальное количество материала. Плиты очень удобны в использовании. Стяжка основания не несущая. Все давление будет передаваться на ленточную часть базиса. Существует возможность обустройства различных видов пола, таких как водяной или электрический. Трудоемкость процесса обустройства основания максимально низкая. Базис станет отличным решением для сложных рельефов, например, на неровном грунте, со склонами и перепадами. Но имеются у такого вида основания и слабые стороны. К ним можно отнести необходимость рытья котлована. Понадобится выполнять процедуру засыпки траншеи и периметра постройки. Нужно будет применять нерудные материалы. Потребуется помощь специальной техники. Собственно, ручно справиться не получится. Применение утепленного финского базиса обойдется гораздо дороже, чем применение шведских плит. На стоимость напрямую влияет высота цоколя и уровень закладки ленты основания. Особенности утепленной шведской плиты Такая технология представляет собой сооружение корыта на основе пенопласта, которое имеет отличные прочностные показатели. Конструкция является цельным сооружением с прикрепленной опалубкой, которая выполняет предназначение дренажной системы и располагается на утрамбованной подушке из песка и гравия, после чего осуществляется монтаж каркасной сетки на основе арматурных прутьев. Это позволит осуществлять укладку коммуникаций для будущей подстройки. Затем арматура заливается бетоном и производится шлифовка поверхности с использованием различного инструментария. К плюсам такой технологии можно отнести – плита возводится довольно быстро, при этом уход за ней не отличается особой сложностью. Все коммуникации для дома будут заранее готовы. Дренажная система уже будет оборудована. Отличные показатели теплоемкости Шведская плита имеет и слабые стороны, среди которых Грунт понадобится заранее подготовить, он должен быть тщательно выровнен. Такую технологию нельзя применять на почве с высоким содержанием торфа. Монтаж коммуникаций может вызвать осложнения, так что лучше всего обратиться к специалистам. Такой вариант нельзя называть экономичным. Шведская плита имеет свои плюсы и минусы. При ее выборе понадобится учитывать ряд определенных факторов – разновидность грунта, финансовую составляющую, предпочтение застройщика. Сравнение финской и шведской плиты Утепленное финское основание часто применяется с целью нивелирования различных минусов, которые встречаются при использовании шведских плит, таких как низкий цоколь. Многие специалисты утверждают, что низкий цоколь может оказать негативное воздействие на всю постройку. Существует вероятность, что его может заместить снегом. Также шведская технология, довольно дорогостоящая, требует использования специального оборудования и помощи профессионалов. Для шведского фундамента понадобится большее количество земляных процедур, чем для финского базиса. Но при этом шведская система будет включать в себя дренажную и коммуникационные системы, электрическую проводку, теплый пол. Также плиты будут сразу готовы для установки чистого покрытия. Стоит учитывать, что обустройство шведского основания потребует некоторых знаний и опыта. Финская технология, напротив, отличается простотой и с ней сможет справиться даже новичок в строительном ремесле. Такой базис может иметь отличные показатели качества и прослужить долгие годы. Область использования финских плит Финское основание станет отличным решением для построек без цоколя. Теплый пол обычно используется в следующих случаях при строительстве на сложном рельефе, утеплении и монтаж дренажа и подстилающего слоя из нерудных компонентов позволят полностью избавиться от вспучивания при высоком уровне глубинных ввод. В этом случае утеплитель на основе пенополистирола поможет сохранить все характеристики даже при полном погружении в воду. Слой гидроизоляции защитит бетон от промокания и напорных ввод. Боковые подвижки почвы В этом случае понадобится использовать засыпку на основе инертных материалов. Устройство утепленного финского основания Популярный утепленный финский фундамент, технология которого довольно проста, имеет ряд особенностей. Для правильной укладки такого базиса необходимо выполнить определенные процедуры. Именно от них будет зависеть качество основания. Порядок действий следующий. Для начала понадобится выбрать место, где будут проводиться строительные работы. При выборе строительства участка обязательно нужно учитывать тип рельефа и его особенности. Выполняется разметка местности. Ее нужно делать с запасом примерно в 50 см. Удаляется плодородный слой грунта. Выравнивается котлован с глубиной, равной уровню песчаной подушки и подходящей для слоя подсыпки. Осуществляется монтаж дренажной системы. Под подушку производится установка гидроизоляционного слоя и его армирование. Выполняется монтаж опалубки. Проводятся все коммуникации. Заливается плитный участок. Все эти работы нужно выполнять с большой ответственностью, так как от них зависит качество основания и всей постройки. При возникновении любых возможных осложнений, лучше всего незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. Разметка и выравнивание котлована При разметке финского базиса понадобится учитывать те же факторы, что при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания. Нужно учесть расстояние до соседской территории, проезжей части наружных коммуникаций. Разметка выполняется с помощью специальных колышков, между ними натягиваются ленты или шнур. Возведение на плодородном слое почвы категорически запрещено, так как на ней за несколько лет непременно произойдет усадка. Его понадобится полностью удалить. Также по периметру нужно будет вырыть траншеи, при выборе размера которых нужно учитывать следующие нюансы. Ширина ленты у подошвы должна быть примерно 0,6-0,8 м. Размер утеплителя под отмосткой будет варьироваться от 0,6 до 1,2 м. Пучинистая почва для обратной засыпки использоваться не может, так что обычно она вывозится со строительного участка. Яма выравнивается под всеми несущими стенами, включая внутренние. Обустройство дренажной системы. Дренаж будет размещаться по периметру ленты на уровне нижней части. Для его монтажа расширять котлован не понадобится, но понадобится углубить дно ямы на 50 см. Процесс дренирования выглядит следующим образом. Во всех траншеях по периметру постройки создается уклон в общую сторону от 4 до 7 градусов. На геотекстиль осуществляется укладка нерудного материала. Слои должны иметь толщину в 10 см. Каждый из них тщательно утрамбовывается. Производится гидроизоляция подошвы при помощи рулонного материала. Он укладывается в несколько слоев по бокам. В некоторых случаях от дренажной системы можно будет отказаться. Она используется только в случае высокого уровня грунтовых вод. Выполнение гидроизоляции. Хорошую эффективность и продолжительную службу способна обеспечить только объемная гидроизоляция. При монтаже несъемной опалубки боковые части базиса останутся без должной защиты. В связи с этим рекомендуется использовать пенетрирующие добавки при замешивании бетонного раствора. Гидроизоляция укладывается только по внешнему периметру основания. Лучше всего использовать наплавляемый или наклеиваемый вариант материала. Если применяется съемный вариант опалубки, базис может обрабатываться эпоксидными мастиками или облицовываться рулоном гидростеклоизолом. Сочетание этих способов позволит обеспечить срок службы конструкции на протяжении 70-80 лет. Заливка плит При толщине плит в 10-15 см и отсутствии больших нагрузок на конструкцию будет достаточно одного армирующего пояса, так как лента основания представляет собой решетку, конструкция предусматривает несколько отдельных стяжек в разных помещениях, так что заливку за один раз можно будет произвести без особых проблем. Процедура бетонирования следующая. Осуществляется закладка узлов для вывода коммуникаций, если они не были проведены преждевременно. Производится укладка бетона от угла. Уплотнение выполняется при помощи специального вибратора. Во время высыхания поверхности рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить защиту от ветра и осадков. Также ее понадобится периодически увлажнять. Бюджетный вариант финского фундамента. Закладку базиса ленточного типа можно производить как при помощи чистых бетонных составов, так и с различными добавками, такими как шлаки. При создании столбчатого основания применяется цельный красный кирпич или бетонные смеси с содержанием бута. Подобные растворы можно изготовить и самостоятельно, при этом он будет надежным и качественным. Для создания плитного состава не потребуется особо дорогостоящих материалов. Все компоненты стоят дешево. Этот нюанс является весовым преимуществом, который поможет неплохо сэкономить при строительстве здания. Современные финские технологии помогут построить базис и самому постройку в кратчайшие сроки. Существенным минусом таких конструкций можно считать большой комплекс работ, который требует много сил. В Финляндии распространенным решением являются щитовые сооружения на основе СИП-панелей. Для их возведения не понадобится процедура армирования. Такое решение позволит неплохо сэкономить на монтаже опалопки и заливке бетонного раствора. Также хорошим вариантом является монолитное сооружение, на которое будут опираться пенна или газобетонные плиты. Но при таком выборе ленточный базис может немного промерзать. Это станет возможным из-за отсутствия соединения между теплоизолятором и материалом отмостки. При обратной засыпке щебня с установкой дренажной системы этот фактор будет оказывать минимальное влияние на качество постройки. Итог Возведение утепленного финского фундамента – отличное решение для современной частной постройки. С учетом соблюдения всех технологий, конструкция прослужит долгие годы. При этом построить такой фундамент можно довольно быстро. Для достижения лучшего качества лучше воспользоваться услугами профессионалов. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.